Здравствуйте! Вы смотрите программу «Управдом» в студии Наталья Бернацкая. Сегодня в выпуске. Как прошли испытания гидроагрегатов на Нижнебурейской ГЭС? Что умеют амурские электрики? Где открылся обновленный парк отдыха? И кто без зазрения совести ворует плитку в микрорайоне Благовещенска? Программа будет любопытной и полезной. Не переключайтесь! В Амурской области завершился отопительный сезон. По данным регионального министерства ЖКХ, среднесуточная температура воздуха во всех районах региона не опускается ниже плюс 8. В областном центре и Благовещенском районе Белогорске отопление отключили еще 2 мая. 4 числа батареи стали холодными в Ивановском районе. А через неделю и в Белогорском районе и Прогрессе. Между тем, в этом году отопительный сезон продлили до 30 мая из-за похолоданий на севере области. В конце мая в Зейском, Сковородинском, Тыненском районах выпал снег. Однако сейчас температура воздуха там достигает 9-10 градусов со знаком плюс. На Нижнебурейской ГЭС завершились испытания двух гидроагрегатов. Пробный пуск оборудования нужен для того, чтобы проверить его и устранить недочеты, если они будут выявлены. Первый и второй гидроагрегаты Нижнебурейской ГЭС на прошлой неделе прошли промышленные испытания. В течение трех суток машины бесперебойно выдавали в сеть максимальную нагрузку 40 мегаватт. Испытания завершились положительно. Оборудование отработало без сбоев. Это говорит о качестве монтажа и пуска наладочных работ. Спасти Зейскую ГЭС от террористов. Амурское управление ФСБ России провело масштабные учения. Главной задачей спецслужб было отразить условное нападение на гидроэлектростанцию. В учениях приняли участие полицейские, сотрудники МЧС, УФСИН, Нацгвардии, ФСО, солдаты 35-й армии. Участвовали в освобождении ГЭС и сотрудники областного правительства, а также местной администрации. Согласно легенде учений, 1 июня в 8 часов утра неизвестные атаковали Зейский пункт полиции и местную ГЭС. Нападение на отдел полиции удалось отразить. На гидроэлектростанции преступники взяли в заложники несколько сотрудников ГЭС. Силовым структурам пришлось отражать вооруженное нападение, обезвреживать террористов, освобождать заложников и ликвидировать последствия теракта. Итоги учений указывают на то, что все цели, намеченные, были достигнуты, а конкретные задачи, которые подлежало решить в ходе работы, выполнены в полном объеме. Действия личного состава, привлеченного к проведению тактико-специальных учений, руководством оперативного штаба оценены положительно. Стои высокое напряжение. Амурские электрики выбирают лучшую бригаду. Дальневосточная распределительная сетевая компания проводит профессиональный конкурс среди работников. В Преамуре в соревновании поучаствовали больше 20 бригад. Четыре лучшие команды встретились на областных состязаниях. Что умеют амурские электрики, увидела Мариана Геворкян. Заменить проходной изолятор или проверить релейную защиту подстанции. Большинству из нас эти термины совсем неведомы. Чего не скажешь о людях, которые дают свет в наши дома. На базе учебного центра в Гомелевке амурские электрики показали свое мастерство на макете подстанции. Она не находится под напряжением, но от этого ответственности не меньше. На что будет внимание обращать судьи на этапах, это, прежде всего, правильность по организации безопасного выполнения работ в части исполнения требований инструкции по охране труда, правил по охране труда. В помощь участникам инвентаря, а также средства защиты перед работой на подстанции они должны проверить резиновые перчатки, нет ли в них прорезей и повреждений. Еще один обязательный атрибут – резиновые боты. Надеваются они прямо на обувь, так электрик может зайти под напряжение и проверить работу оборудования подстанции. Всего в областной этап конкурса вышли специалисты амурских электрических сетей из Тынды, Серышева, Райчихинска и Благовещенска. А на этом этапе участники показали, как оперативно могут потушить пожар, который может вспыхнуть на подстанции. Но бывает, что помощь требуется не только технике, но и своему коллеге. Дмитрий Бондарь работает электрослесарем полтора года. Говорит, за это время тренировал свои навыки оказания первой медпомощи только на манекене. Однако уверен, в его работе нужно быть готовым ко всему. Работу мы делаем самую разнообразную. От монтажа каких-нибудь маленьких автоматов в проследовательстве или где-нибудь зданий до подъема на высоту на самом уже высоковольтном оборудовании. И могут быть не только поражения электрическим током, а также и падения с разной высоты. Какая бригада лучше всех справилась на областном этапе, станет известно 31 мая. Победитель представит наш регион на дальневосточных соревнованиях. Обновленный парк отдыха открылся в Свободном на День защиты детей. После долгого перерыва здесь заработали аттракционы, развлечения, игры и даже спортивная площадка. А в планах властей создать фотозону для молодоженов и даже автогородок. Прогулялась по обновленному парку наша съемочная группа. 1 июня в Свободном отпраздновали самый настоящий праздник детства. Увидеть обновленное место развлечений пришли сотни людей. Пока взрослые стояли в очереди за билетами на аттракционы, дети развились вовсю. В день открытия парка заработали карусели, спортивная площадка, водные аттракционы, аэрохоккей. Самые маленькие смогли покататься на машинках. Волонтеры раздавали шары и проводили конкурсы. Самым любимым аттракционом ребят стал большой батут. Раньше аттракционы и развлекательные площадки ютились на городской площади Свободного. По словам местных жителей, это было неудобно из-за тесноты и палящего солнца. А вот в парке удобно и хорошо всем. Детям здесь очень комфортно, очень много места, очень хорошее расположение каруселей. Дети тут резвятся, бегают, можно и с маленькими вечером прийти, поиграть, погулять. Есть где покататься на велосипеде, все забетонировано. Благоустраивают, конечно, очень хорошо, этого ждали. Побывали на открытии парка первые лица области Свободного. По словам исполняющего обязанности мэра Юрия Романова, парк всегда был популярным местом среди горожан. В 2007 году его решили законсервировать. В 2010 началась реконструкция. Постепенно место оградили, провели электричество, забетонировали дорожки. А в этом году власти пригласили предпринимателей на выгодных условиях. И парк заработал в полную силу. Я считаю, что у нас на сегодняшний день праздник удался. Постараемся внимание уделять этому парку. Если будут деньги в местном бюджете, будем выделять, будем предпринимателей привлекать, может быть, предоставление места для того, чтобы поставить более дорогостоящие аттракционы. Но я думаю, что уже парк будет функционировать как парк постоянно. В планах построить большую песочницу для самых маленьких. Детям постарше установят автогородок со светофорами и дорожными знаками. Молодежь будет заниматься на турниках и смотреть фильмы под открытым небом. Установят и фотозону для молодоженов. Решено сделать место, такую фотозону, место для молодоженов, где они могли бы приходить, фотографироваться, вешать замочки, какие-то символичные еще вещи, которые всегда в день свадьбы молодожены делают. Мы обязательно постараемся сделать эту зону уютной, комфортной, красивой, чтобы им всегда здесь нравилось. Всего на обновление парка затрачено 20 миллионов рублей из областного и городского бюджетов. И свободный может рассчитывать еще на 10 миллионов. Средства выделит область по распоряжению губернатора. Здесь безопасно. Огороженная территория, благоустроенная территория. Очень много планов и хотелось бы пожелать, наверное, в этот праздник благополучия и счастья нашим детям и их родителям, но также успехов в городу свободному. Как рассказали свободницы, обновленный парк стал подарком не только для их детей, но и для всего города. Марьяна Геворкиан, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. В Благовещенском микрорайоне Солнечный неизвестные воровали строительный материал. Двое мужчин рано утром присвоили тротуарную плитку, которую рабочие оставили, чтобы выложить дорожку вдоль Игнатьевского шоссе в районе Амгу. Видео инцидента появилось в социальных сетях. На записи, что сделали очевидцы, видно, как двое мужчин грузят тротуарную плитку в автомобиль. Это происходило 3 июня в 6 утра. В это же время о факте кражи сообщили в дежурную часть полиции Благовещенска. Незамедлительно на место происшествия выехала следственная оперативная группа. Сотрудниками полиции данные граждане были задержаны. Один из гражданина 1980 года рождения, второй 1976 года рождения. По данному факту возбуждено. Стражи закона задержали и третьего злоумышленника, которого не было зафиксировано на видеосъемке. 1986 года рождения. В данный момент идет выяснение всех обстоятельств уголовного дела. До того, как материалы передадут в суд, подозреваемые будут находиться под подпиской о невыезде. В нашем дворе стоят деревья, которым по 40 с лишним лет, а управляйка спиливать отказывается. Говорят, берите разрешение. А у кого недоумевает Анна Колпатская? В данном случае необходимо провести общее собрание собственников, поставив перед ним вопрос, какие деревья необходимо спилить. Затем оформить все протоколом и принести данный протокол либо в свою управляющую организацию, либо в управление ЖКХ, которое уже потом выдает разрешение на спил деревьев. На сегодня все. Программа подошла к концу. Ищите нас в интернете, в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбук» и на новостных порталах «Амуробл.тв» и «Твгород.рф». Дозвониться нам можно по номерам 777-201 и 773-445. Смотрите нас снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова